всем приветики меня зовут анна кафырина и вы на моем канале youtube и сегодня мы начинаем расхламлять четвертый раз шкаф в прихожей и в прошлом видео меня попросили рассказать вообще чьи вещи расхламляю и что это дело поэтому рассказываю мы с моим мужчиной живем сейчас в квартире его бабушки и бабушки уже с нами нет она на небесах в этой квартире какое-то время жил после того как бабушки не стало жил ник в этой квартире жила его тетка и в этой квартире жила его сестра и с мужем и детьми поэтому здесь очень много разного рода вещей какие-то нужные какие-то ненужные какие-то могут пригодиться какие-то однозначно нет и вот у меня есть одобряемся от него на то чтобы разобрать вещи перетряхнуть их и избавиться от совершенно точно не актуальных вещей мы понимаем что тетка сюда уже не вернется но это маловероятно сестра с мужем и детьми возможно будут наездами потому что они все переехали в москву и живут по большей части там поэтому большую часть вещей которая ну уж абсолютно точно не актуальны от которой я избавляюсь можно доинсталировать именно по этой причине все вещи не актуальные старые в плохом состоянии я выкидываю оставляю детские вещи хорошем состоянии потому что сестра у ника сейчас находится в положении у них будет еще один ребенок поэтому если они приедут возможно что-то из этого понадобится поэтому я их стараюсь не выкидывать ну за исключением каких-то уж совсем зашкварных вещей поэтому сегодня продолжаю разбираться и продолжаю разбирать шкаф так поехали я снова достаю свой мешок который вчера выносила вещи на мусорку кстати вещи уже не первый раз я расслабляю и я понимаю что я хожу несколько раз выкидывать вещи за день и и когда я прихожу после первого раза вещей уже нет потому что их разбирают а я их предусмотрительно кладу либо вешаю на края мусорного бака ну чтобы люди могли забрать то что вещи в общем то чистые мало ли кому-то для каких-то целями так у нас здесь большой большой подверг это просто кусок полиэтилена ремонт мы будем делать не скоро поэтому этот кусок полиэтилена пока что не пригодился и хранить его нет никакого смысла потому что прикрыть им нечего честно говоря не знаю от чего это неизвестные мне логотипы на место какая-то коробка нашлась свеча вы конечно смотрим господи это на вот нет длина . это скатерть что ли но какая-то странная потому что с одной стороны на скатерти подшит краешек а с другой стороны пришита вот такая лента она очень похожа на ленту для штор но нету петелек не вот здесь не здесь чтоб разным способом вешать в общем в любом случае такая вещь не пригодилась дальше сделано в шотландии шерстяная кофта маленького размера я думаю что она шерстяная не факт кстати непонятно с чего сделана жесткий очень свитер и заляпанный да вот тут на пузе какие-то пятна избавляем так еще какой-то свитер тоже жесткий на самом деле в таких свитерах ходить очень неприятно даже вот советском союзе когда был дефицит всего такое редко носили я просто помню по рассказам мамы так пиджакет так пиджакет ну таком пиджаке точно никто не будет ходить женский пиджак может быть даже шерстяной потому что он колется сейчас посмотрим до 95 процентов шерсти 5 полиаминда и подкладка из ацетата сделано ну может быть кому-нибудь пригодится потому что точно те кто сюда приедут приедут сюда в гости и ходить в пиджаках не буду потому что на работу не будет жуткий леопард кстати вельвет сейчас в тренде но в тренде вельвет скорее однотонной и они вот такой цветастый это тоже привет 20 лет назад поэтому от этого избавляемся ухты ремень ремень вояцкий видимо с если кто-то знает для чего это я так подозреваю что это какую-то сумку для документов может быть на ремень цеплять может кобуру я не знаю очень оставлю прошу ника зачем это насколько это вообще актуально опять какие-то жуткие розочки из жуткого материала такое знаете прям как как сказать то на окна бывает из какого-нибудь полиэстера такого который колом стоит шторы днем платьишку тоже ужасно и кофточка вязаная тоже 100 лет как не актуально и вряд ли молодая дочка когда туда растет сестры ника будет в этом ходить так водолазка сейчас посмотрим пятнах ли она нет водолазка не в пятна чистенькая резинка не растянута на втором рукаве проверяем втором рукаве тоже все в порядке это оставляем просто базовая вещь водолазка светлая всегда пригодится водолазка ну более ой более плотный материал но тут проблемы здесь пятна на животе какие-то желтые поэтому дальше смотреть не будем шар шар белый с бахарами вот такой нормальный шар может я тоже глупо таскаю оставляем потому что по ощущениям похоже что он шерстяной так непонятно еще одна кофта есть ощущение что это бабушкина кармана ничего не избавляемся о что-то максимально сексуальное это это топ но он сделан по типу корсета конечно в таком ходить уже никто не будет разве что на хэллоуин мне кажется из тех вещей которые я выкидываю можно собрать нормальный наряд на хэллоуин прикинуться бабкой гигой или кем-то в этом роде так следующий лот юбка юбка грамм гламурная розовая юбка карандаш но такое тоже уже молодые девчонки точно не носят поэтому избавляемся а сестра уника молодая девчонка так мешочек мешочек ну это можно сказать что мешочек для обуви поэтому до обуви здесь еще не добралась я нашла где она лежит но пока я не разберу этот шкаф коридоре с верхней одеждой я не хочу переходить ни к чему следующему потому что в этот шкаф я хочу повесить наши с ником вещи потому что они висят по всему дому и это очень неудобно так дальше тоже из какого-то по-моему синтетического материала до стопроцентный полиэстер сделанная кофточка в чем проблема в этих синтетических материалов их делают очень красивых принтов и иногда даже классного дизайна в принципе это кофточка даже когда-то была неплохой но в чем проблема туда же он можно голубан завязать на шее красивый мне нравится такой дизайн это очень кокетливо выглядит но проблема в чем в полиэстерных кофточках в том что в них потеешь и все время ходишь у тебя мокрые подмышки это ужасное ощущение ни о каком кокетстве как бы то ни выглядело речь уже не идет так свитер свитер мужской свитер с агли принтом есть материал материал не указан можно этот свитер был даже с подплечниками они этот подплечник от чего-то другого но в этом свитере точно никто не будет ходить вот был бы он ну хотя бы просто однотонным было бы гораздо лучше едем дальше так что-то однотонная надеюсь нормального дизайна да это водолазка хорошая мужская водолазка мой классная какая так 36 тела какой-то размер да здесь даже 50 процентов шерсти 50 процентов полиакрила то есть эта вещь она и греет не супер тепло как натуральная шерсть но зато она не убиваемая за счет того что составит все-таки есть еще акрил все шерстяные вещи также как пальто нельзя покупать и стопроцентной шерсти потому что это достаточно тонкий материал во первых нужно стирать только вручную а во вторых он мало живет поэтому например если брать пальто то их нужно брать там 50 процентов шерсти 50 процентов чего-то еще тогда он будет носиться долго не будет терять форму если брать там свитера какие-то кардиганы то можно добрать в том числе и стопроцентную шерсть они будут гораздо теплее но если брать с 50 процентов 50 процентов то будет вообще классно так из этого же материала о это было был целый костюм то есть вот эта кофта была кто что мы с вами посмотрели и вот здесь есть юбка правда у нее пуговички оторваны но юбка такая складочку типа плессированная было когда может быть это бабушкина очень в любом случае тоже избавляемся потому что полиэстер жуткий материал так детская детская тужу к для девочки маленькая розовенькая оставляем так что это юбка на запах ой помню в моем детстве не был наверно сколько лет 10-12 юбки эти на запах носились было очень модно но сейчас нет так платья горошек была бы эта футболка можно было бы оставить но платья слишком короткую для молодой мамочки это явно неудобно будет в таком ходите с детьми носиться за ними поэтому избавляемся дальше у нас следующий лот это свитер даже кардиган на пуговичку вот такая вещь сделана из хлопка судя по всему с какими-то наплечниками видимо чтобы чтобы теплее плечам было сделано из чего стопроцентный хлопок ну такая вещь конечно точно никого никогда не согреет поэтому не пригодилось оставляем по большей части базовые вещи и детские вещи потому что если кто-то приезжает сюда там не знаю сестра ника с мужем и детьми если приедут погода здесь разная летом здесь тепло вот сейчас осенью здесь холодно причем из-за моря очень сильно продувает и прям промозгло поэтому имеет смысл здесь оставлять вещи какие-то из натуральных материалов то есть там хлопок и шерсть которые будут согревать если вдруг что и базовые которые подойдут например как ко всем возможным вещам вот поэтому я оставила вот эту черную водолазку она и в классном состоянии и базовым вот сейчас кстати и и по мере на них а может быть он будет носить так опять что-то можем какие-то бабулечкины треники просто жесть и советую дома такой для дома такой тоже никогда не покупать потому что дома на все-таки выглядеть прилично дома наши самые близкие люди которые видят нас чаще всего только дома потому что ну как бы треть жизнь мы проводим в кровати условно треть жизни на работе кусок жизни в дороге и дома про мы проводим мало времени и когда люди надевают дома какие-то старые заношенные вещи это конечно печально поэтому дом для дома лучше тоже подбирать какой-то себе наряд симпатичный хорошем состоянии без пятен у меня вот например вот эта толстовка я в ней почему здесь хожу то что я очень много убираюсь разбираюсь и поскольку это толстовка временный вариант который достался мне бесплатно на выставке но она здесь проживет там месяц-два сколько она выживет и отправиться в мусорку даже я в ней мою посуду поскольку я тут пока еще не нашла фартук нигде мне не попадался и покупать какой-то фартук тоже не хочется может быть какую-то накидушку кофту подходящего скажем так размера фасона я найду но в этой толстовке вне просто тепло она внутри с махнушкой и в общем это такой расходный материал а если мы ходим куда-то гулять кроме как с собакой я надеваю уже свои шерстяные там водолазки либо свитер чтобы это было симпатично это такой рабочий скажем так вариант одежды так детская он я думаю это изнанка это нет это наружу детская кофточка у нее поехала петелька но вязаный свитерок так но тоже от этого лучше избавиться потому что петелька поехала я уже с этим конечно ничего не сделаешь она дает петелька поехала вот тут еще чуть-чуть так избавляемся ой ой плавки мусти у них резинка уже так шуршит уже совсем потрескалась так шерстяная какая-то тонюсенькая кофточка с вырезом лодочка из h&m тоже непонятно кого она когда будет греть посмотрим акрил а что еще 38 акрила непонятно что написано что 38 а вот 38 акрила два полиамида 30 махера то есть она все-таки греет но нет очень тоненькая коробка из-под нашего пылесоса пусть будет шапка ужасная и жутко пожелтевший непонятно капюшон куда-то потеря посмотрим вроде бы ничего странно может где-то найдется для неё капюшон потому что она вроде бы даже в нормальном состоянии нет не в нормальном воротник не видно воротник за затесу затаска пакетик нашелся пакетик пригодится еще одна какая-то жуткая пульска ухта со странным каким-то карманом выглядит карман и все прострочивается так инспектор карманов у меня был подобного плана пуховик тоже он как будто бы то ли медный то ли то ли какой-то одно время это было очень актуально сейчас это выглядит конечно жутко сейчас прикинули сюда ну как мне кажется не очень мягко говоря он как будто бы ржавый в любом случае я здесь оставила уже несколько пуховиков длинных и теплых и более актуального фасона поэтому нафиг старые газеты газет такое количество пистолетик детский и он сломанный что ли а вот так да он сломанный не держится курок еще пара лотов вы еще там не устали 24 минуты она как раз беру эти два и пойдем выкидывать на мусорку так юбка причем новая за полтора евро видимо на распродаже humana la humana latvia а это вроде как вас и контент не не говорил был такой но уже закрыт так какие-то скидки в этом же сэконом фенде так еще одна юбка тоже на резинке уже очень давно не носит так платье ну ладно оставлю с приятного хвшного материала даже на подкладе может пригодится кому-нибудь хотя я бы на самом деле все без разбора бы выкидывала ну надо иметь уважение к людям которые все-таки это покупали так здесь какой-то зацеп и юбка как-будто нижняя ну такой конечно же никто не носит так ух ты боже мой так джинсовая куртка dream soul с какой-то непонятной женщиной что это за женщина куртка тоже уже с потертостями с выбеленностями одно время такое было модно но сейчас джинса должна быть либо варенка варенка либо однотонная ровная тогда это будет премьер цветной деним да еще и вытертый это признак устаревшего устаревшие вещи устаревшие вещи устаревшие вещи а вот здесь как будто эти листики но застиранные конечно так целый мешок с нижним бельем не ношеным да почему только это лежит лежит в шкафу неизвестно да целую кучу этого нижнего белья уже половина с рассохшимися резинками нижнее белье в секонд хенде не стоит покупать так какая-то футболка тоже плохого красного цвета с надписью нью-йорк и с рукавом летучей мыши вы помните в третьем видео про расслабление как раз этого же шкафа я рассказывала почему рукав летучая мышь это ужасно если я пропустили то ссылочку оставлю в описании на предыдущие ролики вы сможете посмотреть так ух о боже мой вот эта вещь была модная тоже в начале 2000-х это было очень актуально полиэстер сделаны в индии а снаружи даже шелк представляете платье вышитое расшитое все бисером красивое платье но, к сожалению, половина бисера уже отвалилась поэтому, конечно, это никуда не годится так, осталось у нас две вещички боже мой, что это такое это же какое-то платье, что ли вау, боже мой это что-то максимально секси было когда-то тысячу лет тому назад да, платье с запахом но материал очень такой куцый и, конечно, это уже вряд ли кто-то захочет носить так это что у нас такое футболочка ну, проблема в том, что она совершенно очевидно уже сильно бушная у нее затерто горло затерто горло желтым это вот то, что я пытаюсь исправить по возможности на рубашках Ника, которые я нашла белые рубашки они не заношенные у них идеальная ткань там Dicain White рубашка вторая не помню какого бренда тоже хорошего рубашечного бренда вот и у них от времени пожелтела горловина и вот сейчас я фрошем затерла эти рубашки засунула потом через 10 минут в стирку и хочу посмотреть, получится ли это устранить если нет, то будем думать как с этим быть можно ли это исправить потому что рубашки классные хорошего материала, хорошего кроя но вот есть такой нюанс так, ну а в этот раз мы уже рассламили целую кучу вещей вместе с вами спасибо вам за просмотр я пойду все это относить на мусорку все, что не нужно и увидимся в следующем видео пока-пока